Последняя моя встреча с ним была, когда он сказал, ну мне придется, ну вот тут Косово признали эти ваши друзья, ну мне придется что-то делать по отношению к вам, ну это не против вас, вы ребята, тут будет чуть-чуть больно, но не так сильно больно. Ну мне придется что-то сделать, но это вы лично не воспринимаете все это. А я тогда повернулся и сказал, ну вы что, давайте еще раз сядем, что вам когда-то нас нужно, может мы все ваши вопросы решим, с чего вы нам угрожаете, он говорит, нет, это уже поздно, это сейчас. А может быть он вам правду говорит, может он в лице Грузии или в лице Украины или в лице Турции в действии-то борется с Западом в целом. Две вещи, он борелся с западными ценностями, он воспринимал наши реформы как западные ценности. Для Путина стали большой проблемой, что какая-то маленькая Грузия, которая, по их мнению, только годилась на то, чтобы плясать, петь и там с уликой, и лизгинку танцевать, и шашлыком жарить, вдруг провела одни из самых лучших, стала первым мировым реформатором, это Мировой банк, так определили нас, много лет подряд мы были первым реформатором в мире. А мы открыли туризм для России, мы отменили в одностороннем порядке визовой режим для них, и мы их запустили. Они видели, что у нас лучшие дороги, у нас лучшие города новой строительства, у нас нет нефти, но почему-то у нас все лучше, и в целом госслужба такая вежливая, и на границе хорошо их встречать, и денег никто не вымогает, и полиция такая совсем очень необычная для них, и действительно у нас была одна из лучших полицей в мире. И они стали задаваться вопросом, а почему в России это невозможно? Это серьезный был вопрос. На уровне Медведева, например, этот вопрос премьер-министру задавали думе неоднократно. Он начал говорить, что Грузия, она маленькая, она незначительная, а мы большие. Потом он говорит, уже после войны, да, действительно, Саакашвили враг, но у него многому нужно получить. Это его слово. И для них была идеологическая проблема. И поэтому, если Украина проведет реформу, это и будет поражение Путина. Вот есть теперь общая проблема. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, Украина это Крым и Донбасс. Вы вообще допускаете, что эти проблемы будут в обозреваемом будущем разрешены? И если будут, то как? Я совершенно уверен, что будут разрешены. Я предсказал в свое время нападение России на Грузию, на Украину, я предсказал Крым, я предсказал Донбасс. Это можно, много хроники существует, это можно посмотреть. Я уверен, что Россия, Путинская Россия, Путин обязательно потерпит поражение. Это первые признаки уже реальные. Я считаю, что в Украине он уже потерпел военное поражение на Востоке. И следующее, это после этих всех сирийских авантюр, абсолютно безрассудных и нерациональных, после того, что происходит в Украине, следующее, это распад его режима и большие проблемы для территориальной целостности России. Страна, которая перестала уважать своих соседей, своих границ, страна, которая относится к своим собственным автономикам, как колониям, а, например, Северного Кавказа, это значит так, не может не потерять дальше контроль над этими территориями, потому что она сама себя это запланировала, сама себя это заложила в основании своей политики. Поэтому вот это будет момент, когда там будет 3-4-5 лет смуты. Это неизбежно, потому что после Путина нет политического класса, который бы мог взять в свои руки, чтобы справедливость была восстановлена. Украинская Украина и все остальные, Молдова, Грузия, вернула свои территории и продолжили развиваться уже с новой Россией, которая неминуемо после всех этих передвязков обязательно возникла. Это же нечестно, конечно, но я выживу вот этот сценарий.